Добрый вечер, РФТОВ. Сегодня мы поговорим о неопределенной форме односложных глаголов. Этот материал является продолжением материалов 137 и 138. Я рекомендую сначала ознакомиться с этими материалами, чтобы было понятно, о чем я говорю. Я напомню вам, что неопределенная форма глагола – это глаголы, которые отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?». Например, «лететь», «проживать», «отдыхать», «бежать», «двигаться». «Что делать?». Итак, возьмем первый глагол, который у нас был в материале 137. Я не уверен, что я буду говорить по порядку, в котором они там приводятся, но неважно. Я беру глагол «гар». «Гар» – это «проживаю». Мы говорили «гар», «гара», «гарим», «проживаю». Чтобы получить неопределенную форму, мы должны воспользоваться схемой. То есть у нас глагол «гар» состоит из двух букв. Я здесь условно нарисовал такую схему. Два, ну, будем считать, что это прямоугольники. Это условно две буквы. И неопределенная форма всегда в ибрите начинается с буквы «ламет». В данном случае мы прибавляем букву «ламет» к первой букве корня. И между двумя буквами корня у нас появляется вставка буква «вав», которая в подавляющем большинстве случаев, или, как правило, будет звучать как «у». То есть, чтобы сказать «жить», «проживать», я сначала прибавлю к слову «гар», прибавлю букву «ламет». Потом между первой и второй буквой корня я поставлю букву «вав» и прочитаю это слово «лагур». «Лагур» – «проживать», «жить». Например, «Ани ло роце лагур бе Тель-Авив». «Я не хочу жить в Тель-Авиве». Или если скажет женщина, она скажет «Ани ло роца лагур бе Тель-Авив». «Я не хочу жить в Тель-Авиве». Во множественном числе мы скажем, например, «Анахну руце лагур бе Ашкелон». Например, «Мы хотим жить в Ашкелоне». То есть, неопределенная форма, она всегда звучит одинаково, вне зависимости от того, кто говорит или о ком говорят. Он хочет жить, жить всегда, да? «Мы хотим жить», «Вы хотите жить», всегда будет «жить». Она остается неизменной. «Лагур» – «жить». Я беру сейчас следующий известный нам глагол. Например, возьмем глагол «рац». «Рац» – это «бежит», «бегу». «Рац», «раца», «рацин». Просклоняли его в настоящем времени. Теперь я хочу сказать, что делать «бежать». Я прибавляю приставку «ла». И обратите внимание, приставка в этой схеме всегда будет звучать «ла». И вставляю между первой и второй буквой корня «вав». Мы сказали, что это звук «у». Было «рац», получилось «ла-руц», «бегать» или «бежать». Например, я скажу «Ани ло-ру-це, ла-руц, ба-парк». Я не хочу бегать в парке. Ну, это, кстати, правда. «Ани ло-ру-це, ла-руц, ба-парк». Например, давайте скажем «Он хочет побежать в магазин». «У-ру-це, ла-руц, ле-ханут». Давайте скажем «Они хотят бегать к морю, побежать к морю». «Хэм-ру-цим, ла-руц, ле-ям» или «ла-ям». По направлению к морю. У нас получилось «ла-руц». Я беру следующее слово. Слово «тас». «Тас» – это «летит». «Лечу». «Летит». «Летишь». Просклоняем в настоящее время. Не вспомним «тас», «таса», «таси». Теперь неопределенная форма «лететь», «летать». В транспортном средстве, в самолете, например. Я прибавлю «ла» и вставлю вставку букву «ва-в-у». У нас получилось «ла-тус». Было «тас», стало «ла-тус», «лететь». Давайте скажем «она хочет полететь в Нью-Йорк». «Ги-ру-ца-ла-тус-ле-Нью-Йорк». «Она хочет полететь в Нью-Йорк». Я возьму следующее слово. Например, «цам». «Цам» – это «держит пост», «отказывается от пищи». По медицинским или по религиозным соображениям. Например, я скажу «я хочу держать пост в Йом-Кипур». «Я хочу держать пост в Йом-Кипур». «Я хочу держать пост в Йом-Кипур». Как это будет выглядеть слово «ла-цум». Я прибавляю приставку «ла» и буквовав звук «у» между двумя буквами корня. «Ла-цум» – «держать пост». Например, давайте спросим женщину. «Ты хочешь поститься в Йом-Кипур?» «От ру-ца-ла-цум в Йом-Кипур». «От ру-ца-ла-цум в Йом-Кипур». Я беру следующее слово «заз». «Заз» – это «двигаться», «сдвигаться». Только я сначала, извините, в настоящем времени «заз», «двигаюсь», «сдвигаюсь». Давайте подумаем, как сказать «подвинуться». «Сдвинуться», что делать? «Подвинуться». Совершенно верно, вы догадались. Мы прибавляем приставку «ла» и вставляем «вав», «у». Получилось «лазуз». Я вам уже не нужен, правильно? Отлично. «Лазуз» – «двигаться». Например, давайте спросим мужчину. «Почему ты не хочешь подвинуться?» «Ла-ма-а-та-ло-ро-це-ла-зуз». «Лазуз» еще можно использовать в значении «уходить». Почему ты не хочешь уйти, пойти? «Ла-ма-а-та-ло-ро-це-ла-зуз». По контексту мы понимаем или «сдвинуться», или «пойти», «уйти». Возьмем следующее слово. Давайте возьмем слово «кам». «Кам» – это «поднимается», «встает». Ну, например, после сна утром встает, просыпается. Или «встает», ну, как бы я, например, сижу и встаю. А не «кам», «я встаю». Просклоняем это слово в настоящем времени. «Кам», «кама», «камим». Теперь я хочу «встать», сказать. Я хочу сказать «встать», «вставать». Что делать? «Вставать». Я прибавлю «ла» и вставлю «вав». Получится «ла-кум», «ла-кум», «встать». Например, давайте скажем «они хотят встать». «Хэм роцым лакум». Давайте скажем «мы хотим встать утром в восемь». «Анахну роцым лакум ба-бокер бе-шмоне». «Шмоне» – это восемь. Еще раз. «Анахну роцым лакум ба-бокер бе-шмоне». Мы хотим встать. «Бокер» – это «утро». «Ба-бокер» – получилось «в утре утром». «Бе-шмоне» – в восемь. «Лакум» – «встать», «вставать». И возьмем еще один глагол, последний. Это глагол «ба». «Ба-прихожу». Просклоняем «ба-ба-им». И получим из него неопределенную форму. Мы прибавим приставку «ла» и вставим вставку букву «вав». И вот здесь я скажу, что здесь у нас исключения будем считать. Мы будем произносить не «ла-ву», а «ла-во». Запомним, что в этом глаголе «вав» будет звучать как «о». «Ла-во» – «прийти». Например, «мы хотим прийти к Игорю». «Анахну руцим лаво ле и горж». «Мы хотим прийти к Игорю». Теперь, если кому-то непонятно, почему мы сказали «ла-во», а не «ла-бо», я сейчас еще раз объясню мое правило однобуквенной приставки, которое я придумал. Если мы прибавляем однобуквенную приставку к слову, то первая буква корня теряет точку условную. То есть, буква «бет» в этой позиции после однобуквенной приставки будет звучать как «в». Если бы здесь стояла буква «п», то она бы звучала как «ф», а не как «п». А буква «кав» здесь звучала… звучит как «х», а не как «к». Это правило однобуквенной приставки. У этого материала будет продолжение. Существует три глагола, у которых в схеме вместо «вав» буквы «ют». И эти глаголы проще запомнить, чем пытаться вывести какую-то отдельную формулу. Поэтому мы им посвятим отдельный материал. Подписывайтесь на мой канал. Учите иврит и другие семитские языки вместе со мной. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. Лейтраут. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok